Олег Леонидович, приветствуем. Олег Леонидович, приветствуем. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте по порядку. Хотя, конечно, то, что говорит Путин, нельзя с одной стороны воспринимать серьезно, но все-таки заявления он сделал громкими. Давайте вот относительно заморозки российских активов. На самом ли деле это не является сейчас, то, что происходит в контексте заморозки российских активов, проблемой для кремлевской России? Или Путин делает хорошую мину при плохой игре? Я бы сказал, конечно, второе. Хорошая мина при плохой игре. И более того, если вы посмотрите на то, как играют, играют, в общем, тоже, по большому счету говоря, не очень-то и качественно по всем направлениям. Потому что Центральный банк Российской Федерации, который до марта текущего года вообще не публиковал статистику о своих золотовалютных резервах, начиная от того периода, когда вообще был наложен арест на ту часть золотовалютных резервов, которые находились за пределами России в момент начала России войны против Украины. Вот они не публиковали эту статистику. И тут вдруг в марте этого года снова появляется статистика Центробанка России, которая показывает, что у них резервов приблизительно около 600 миллиардов долларов. Позвольте, дамы и господа, хочется воскликнуть просто всем зрителям, которые имеют возможность вдруг обратить внимание на вот эту статистику Центробанка России. А как же быть, ребята, у вас был практически такой же объем до начала войны, а потом был наложен арест на более чем 300 миллиардов долларов, там оценка от 320 до 350 миллиардов долларов наложены аресты, вы вдруг их снова включаете в свои золотовалютные резервы. И вы делаете это совершенно понятной целью, вы хотите показать, что резервы все равно находятся у вас и вы можете ими управлять. И вот эта плохая игра при плохой еще и для вас сцене и при отвратительных декорациях, которые уже давным-давно у вас упали, а вы все равно показываете, что вроде бы эти деньги есть. Поэтому это не что иное, как откровеннейший блеф и ложь, когда говорится о том, что нет никакого значения арестованные или не арестованные резервы. Нет, значение есть колоссальное. Более того, если вы посмотрите на то поведение, которое есть у рубля, особенно после бунта Пригожина, этого похода на Москву, который, в общем-то, по большому счету говоря, не остановил никто из чиновников. И никто не выскакивал навстречу бушующим массам, шедшим на Москву, прошедшим уже массу российских населенных пунктов. И никто вдруг дополнительно не клялся верности к тому текущему руководству России. Зато рынок валютный среагировал моментально. Доверие было дополнительно подорвано. Рубль пробил отметку в 100 рублей за 1 доллар. Он немножко откорректировался потом, но он все равно находится на отметке близко к 95 рублей за 1 доллар. И вот что. Центральный банк России может сколько угодно клясться по поводу того, что мы не смотрим за курсом. И курс точно не является нашей основной целью. И в 2015, по-моему, или в 2014 году они заявили о том, что они переходят полностью к инфляционному таргетированию. Будут смотреть только из-за инфляции. А вот курс какой будет, такой и будет. И это сэ ля ви. Вот какой будет, такой значит и будет, и мы не будем тратить резервы. И я вас уверяю, что если бы у них были бы резервы, все-таки вся псевдоэлита в Москве чувствовала бы себя куда гораздо более увереннее. Потому что знала бы, что есть вот такая подушка безопасности в виде золотовалютных резервов, которые на 320-350 миллиардов долларов уже им давно не принадлежат и находятся за пределами страны. И это просто вопрос времени, когда они будут переданы для потребностей Украины. Поэтому не более чем просто такая игра. Но если вы продолжите эту тему далее, то ведь это же не только эти 320-350 миллиардов долларов. Есть еще и деньги российской псевдоэлиты, которые заморожены за рубежом, которые арестованы, не просто заморожены. И, кстати, насчет первого центра банковских денег, это тоже деньги, которые фактически находятся под арестом. И опять-таки, еще раз повторюсь, и по первой, и по второй категории, это вопрос времени, когда они будут переданы полностью на компенсацию тех убытков, которые принесла Россия Украине. Просто вопрос времени. Это может занять, может быть, дольше времени по частным, более длительный период времени по частным деньгам псевдоэлиты. Но все равно вопрос фактически решен. То есть можно сколько угодно бить себя в грудь о том, что нам нет до этого никакого дела, но, увы, это не что иное, как, опять-таки, точно по, уже сохраняя вашу лексику, это не что иное, как вот такая мина, хорошая мина при плохой игре. Олег Леонидович, ну тогда на вашу профессиональную оценку полагаемся и хотели бы услышать, насколько действительно реально, легко исправить ситуацию с российским рублем? Будет российскому диктатору или нынешней российской власти? Ну, я бы сказал, что если речь идет вообще о курсе, это фактически невозможно сделать. Невозможно сделать, потому что экспортные доходы продолжают оставаться на минимальных таких вот уровнях. Более того, делается все возможное, по крайней мере, со стороны Украины и союзников Украины для того, чтобы продолжать ограничивать поступление валюты в Россию. Да и, в общем-то, Россия давным-давно сама практически полностью отпилила этот сук, и он висит просто на коре этого дерева и вот-вот должен свалиться, перейдя в так называемые расчеты в дружеских валютах с дружескими странами. И как результат Индия-Китай, да, Россия отдает туда свой энергоресурс, да, по бумаге он проходит в ценах долларовых, но также да, что поэтому огромное количество рупий и юаней есть у России, и они находятся, ну, прежде всего в данном случае в Индии, потому что в Индии как раз большую часть энергоресурса они отгрузили. Есть рупии, а рупии это не валюта, которую совершенно взять легко и перевозить, и тратить ее во всем мире, для этого надо разрешение того же Центробанка Индии, который не очень-то на это готов идти, и, кстати, сказать, что было ожидаемо в самом начале. И вот есть рупии, на которые ты можешь купить все, что угодно в Индии и завести себе в виде товара назад в Россию, но точно это не средства, которые ты можешь потом использовать для поддержания курса. Ну, и приблизительно такая же история относится и к юаням китайским. Поэтому, по большому счету говоря, что ты сделаешь, когда у тебя экспортный поток обмелел. Импорт, к сожалению нашему, здесь в Киеве, находится все еще на высоком уровне и делается, опять-таки, все возможное для того, чтобы пытаться обрубать его, насколько, опять-таки, это позволяет текущие условия. Но какой-то все равно критический импорт остается. Спрос на валюту колоссальный. Элиты, псевдоэлиты, очевидно, готовятся к худшему и совершенно правильно делают с точки зрения экономической стратегии. Совершенно правильная стратегия в данном случае пытаться обезопасить себя и, прежде всего, свои законные или незаконно заработанные капиталы. А безопасить это пытаться выводить их в третьи страны. То есть я не говорю уже о той элите, которая находится в списках санкционных. Я говорю уже больше все-таки о части тех, которые не имеют миллиарды, но имеют миллионы. И те, которые имеют миллионы в России, они после всех этих последних событий, особенно подстегнутые уже бунтом Пригожина и совершенно понимающие, особенно после вот этих несколькодневных встреч с лидером Корейской Народной Демократической Республики, который вот приехал в гости в Россию на своем бронированном поезде. Это еще дополнительно совершенно отвратительный сигнал для миллионеров, которых, к слову сказать, в России достаточно. Точно не львиная доля, но их достаточно для того, чтобы они понимали, что больше их, особенно с этой страной, должно ничего не связывать. И чем быстрее они будут действовать в плане конвертации своих средств, честно и опять-таки, или нечестно заработанных, и вывозе их в другие страны для того, чтобы обезопасить себя и свои семьи, они будут это продолжать делать, и поэтому спрос на валюту будет продолжать оставаться высоким. Есть политический аспект в данном случае. До сих пор они не применили административные меры. Я ожидал, кстати, сказать, что еще пару недель назад они начнут использовать административные меры, просто взяв и законодательно запретив экспортерам не завозить валюту в установленные, скажем, сроки. Или наоборот, установить, вот так правильно сказать, установить сроки для завода валюты, полученной по экспортной выручке, в страну и вводить такие более жесткие запреты, дополнительные жесткие запреты на вывоз валют. Они не сделали это на бумаге, но похоже, что они поговорили об этом со всеми важными игроками на этом рынке. Но недалек тот день, когда это будет закреплено и на бумаге, и это означает, что они будут пытаться административно закручивать, продолжать гайки, но, опять-таки, это уже, я имею в виду, по курсу. И все их разговоры до, скажем, 20-го, до 24-го февраля прошлого года, которые там активно просто велись с 20-го года, в принципе, вот когда они массу раз, их Центробанк говорил о том, что мы не имеем к курсу никакого отношения. Все-таки они будут иметь к этому отношение, это уже чувствуется, это уже сквозит и в заявлениях Центробанка, которые пытаются не то что дистанцироваться, но показывать пальцами на кого-нибудь другого, точно так же, как и Минфин показывает пальцами вроде на кого-то другого, но вместе с тем все понимают, что речь идет о Центробанке, о руководстве Центробанка, который вроде как делает не так, как хотел бы и Кремль, и Минфин. И поэтому эта напряженность в элитах, она, понятно, будет нарастать, но, опять-таки, еще раз, нарастает, потому что ситуация патовая в данном случае, экономически она патовая, она может быть долго патовой, это правда, она может быть долго и растянутая во времени патовая ситуация, но однозначно то, что выхода-то из нее нет, а вот когда ты понимаешь, что выхода из этой ситуации нет, то ты и валюту вывозишь, и ты будешь готовиться к административному дополнительному зажатию курсовому, и ты понимаешь, что ты ничего исправить не можешь, и единственное, к чему ты стремишься, это до выборов Путина, и именно выборов не президента России, а выборов Путина, потому что в данном случае это то, к чему готовятся, а вот ближний круг, насколько я понимаю, и, опять-таки, псевдоэлита, они готовятся к этому, и вот эти выборы, все-таки курс, это ко всему же еще и индикатор того, стабильная, нестабильная ситуация, вот так оно исторически сложилось во многих странах, ну и в России точно яркий представитель того, как это складывалось на постсоветском пространстве. Курс — это вот важное-важное, важное, приважное наше все, и вот если курс был 60, а потом стал 100, то это означает, что есть серьезнейшие проблемы во всей политике, в экономической политике в частности. Сбить его можно, можно частично, надо начать распродавать резервы, но, опять-таки, это путь в никуда, на несколько недель, несколько месяцев это можно сделать. В прошлый кризис они распродали 200 миллиардов, даже чуть выше, чем 200 миллиардов долларов своих золотовалютных резервов. А если вы возьмете цифру 550, скажем, резервов, до минус те 320, которые арестованы, вот, в общем-то, у них сколько? Чуть больше, чем 200 миллиардов. Обновить резервы — это означает просто броситься со скалы головой, думая, что там внизу море, а море нет, море ушло. Просто море ушло. Ничего, нельзя ничего в данном случае сделать. Олег Леонидович, а скажите, тогда, пожалуйста, вот вы вполне резонно сказали, что российские так называемые элиты готовятся к худшему, что они находятся в патовой ситуации, как мы услышали. А если говорить о российском обывателе, вот, учитывая уже то, что происходит с курсом, учитывая продолжающее санкционное давление, к чему готовятся, как это принято говорить, простым россиянам? Как будут влиять события, которые происходят, на экономику, на быт? Ну, такой бытовой вопрос, скажем так. Понятно, что когда уровень агрессии у элит зашкаливает, когда ВВП структурируется таким образом, что гораздо большая часть, чем, скажем, там, пару лет назад тратится на их военно-промышленный комплекс. Слово сказать, они далеки еще от экономики совершенно такого военного времени. Но они, абсолютно очевидная экономика, тоталитарная. И в тоталитарных экономиках, когда ты не позволяешь просто ничего, ни одного кривого слова, и плаката, просто на котором написано три буквы М, И, И, Р, мир, и когда у тебя вообще просто совершеннейшая цензура, зажатие демократии, ты должен быть готов тратиться все больше и больше на свой тоталитарный аппарат. Кто бы сказать, если посмотреть последнюю статистику бюджетную в России, вы увидите, что при всей закрытости мы не можем с вами определить, как точно распределен, например, военный бюджет, но мы видим, что точно на репрессивный аппарат расходы увеличились просто с начала года резко. Если вы сравните их, например, с аналогичным периодом прошлого года, вы увидите, что на всю эту братью, которая затыкает рот и работает просто на поддержку режима, фактически чуть ли не в полтора раза увеличились затраты. Это будет продолжаться. Это будет продолжаться при том, при всем, что доходы государственного бюджета будут продолжать снижаться. И вот ситуация, когда у тебя снижаются доходы государственного бюджета, а расходы ты увеличиваешь прежде всего, или в основном на ВПК и на военно-промышленный комплекс. Ты должен платить, хоть ты и не хочешь, именно так происходит в России, но все равно ты должен давать эти гробовые, ты должен давать какую-то часть денег или каким-то получившим увечья на войне. Опять-таки, при всем нежелании, при сложности этого оформления, что мы видим с вами как минимум из телеграм-каналов, из России. Все это означает, что затраты продолжают быть высокими, вернее, расходы продолжают быть высокими, а доходы падают. И вот этот дефицит, он большой. Он будет находиться на уровне, очевидно, выше, чем те 3 триллиона рублей, которые были заложены в этом году и на весь бюджет, на весь год. И это означает, что фактически при невозможности фондировать бюджет нормальными способами, я имею в виду за счет заимствования, например, можно будет это сделать за счет двух основных таких треков, дорожек. Первая дорожка в данном случае – это урезание затрат, но в тоталитарных государствах не принято урезать затраты на тоталитарный аппарат, тем более на военно-промышленный комплекс. И тот, когда говорят, что сделаем секвестр бюджета в России, имеется в виду прежде всего как раз сами бюджетники и те, которые и без того не очень-то и хорошо живут. И вот эти не очень-то хорошо живут, почувствуют на себе дополнительно минус, скажем, 10-20% в зависимости, как будет складываться бюджетная ситуация в своих собственных доходах. Но это-то не все. К слову сказать, а доходы как раз тоталитарного аппарата и ВПК останутся, если не увеличатся, то останутся как минимум на том уровне, на котором они есть сейчас. Но следующая дорожка, которая тоже будет пройдена и на которую уже ступили, судя по всему, что происходит с политикой Центробанка Российской Федерации, которая быстро-быстро увеличивает неожиданно высокими такими шажками, большими шажками увеличивает свою учетную ключевую ставку, учетную ставку Центробанка Российской Федерации. Вот они озабочены инфляцией. Они много раз говорят уже по поводу вот этого инфляционного давления. Увеличение ставки свидетельствует о том, что они находятся в этой зоне серьезного увеличения инфляционного давления. Это значит, что население фактически будет зажиматься двумя этими дорогами. С одной стороны, тем, что затраты будут на них резать, а значит их доходы будут уменьшаться, а с другой стороны будут бить по ним раскрученные инфляции. И вот почему, когда вроде бы Центробанк рапортует об инфляции на уровне 6%, и боится инфляция, что перешагнет черту, достигнет 8%, по большему прогнозу 8%. В реальности обычное население видит инфляцию куда более высокую, потому что они заходят в супермаркет, они видят, насколько увеличилась цена курятины, которая один из лидеров роста. Они видят рост цены на крупы, они видят рост цен на овощи. И, в общем, точно население, это как раз те, которые в проигрыше, но осознанно в проигрыше правительство ничего не будет и не сможет предпринять для того, чтобы как-то их дополнительно защитить. Остается надеяться, что все-таки кто-то из них сможет провести причинно-следственную связь и понять, что именно развязанная Россией против Украины война является причиной этого значительного роста, кроме всего прочего. Олег Леонидович, спасибо большое. Да, совершенно очевидно. Спасибо большое за профессиональную оценку. Спасибо за то, что в столь позднее время согласились присоединиться к нашему эфиру. Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, был с нами на прямой связи. Благодарим. Продолжение следует...